Сейчас вернемся к вопросу, который уже сегодня звучал в этом зале. Собственно, мы с него и начали. Что нужно сделать, чтобы люди загорались идеей, горели, но при этом не выгорали? Расскажет человек, который управляет, руководит и людьми, и самолетами. Самолетами, потому что он летает, управляет своим собственным личным самолетом. Вот так. И этот человек точно знает, что его сотрудники, фигуры высшего пилотажа, выполняют даже чаще, чем машины. Но при этом люди, точно так же, как и самолеты, нуждаются в техобслуживании. Итак, IT-токсичность. Почему горят руководители диджитал-проектов и что с этим делать? На эти вопросы встречайте. Ответит директор компании Сибирикс Владимир Завертайлов. Владимир, добро пожаловать на эту сцену. Ваши аплодисменты, Владимир. Всем привет. Привет. Ребят, есть ли среди вас руководители проектов? Ого. Так, а есть ли среди вас те, кто выгорал когда-нибудь? Поднимите, пожалуйста, руки. Ногу. А те, кто выгорел прямо сейчас и находятся в нересурсном состоянии. Вот прямо сейчас ему... Ага. Я посмотрел, примерно 60% зала когда-то выгорало. Этот доклад рассчитан на руководителей диджитал-проектов и директоров студии. Вообще, по идее, он занимает час 20, но сегодня у нас будет слайдомет. Слайдомет знаете, что такое? Сейчас покажу. Да. Это про меня, про меня уже все сказали. И сегодня, если мы с вами успеем, то разберем три следующих вещи. Во-первых, причины выгорания руководителей диджитал-проектов. Во-вторых, мы с вами посмотрим, как выводить сотрудников из штопора, если они попали в такую неприятную гадость, как выгорание. Когда это можно сделать, когда нельзя. И посмотрим, как эту гадость лечить и какие профилактические меры можно предпринять. Итак, поехали. Причины выгорания. Как вы думаете, какие может сделать эффективный менеджер вещи за два дня, такого, чего остальные будут заниматься неделю? Есть идеи? Все. Задолбаться. Это действительно так. Нам очень не повезло. Большинство из нас трудоголики. Причем трудоголики-перфекционисты. И именно это приводит к тому, что мы очень быстро и конкретно выгораем. Среди вас много миллениалов. Ребят, у меня для вас плохие новости. Выгорание неизбежно. У вас нет шансов не выгореть. Все плохо. Почему такое происходит и как себя поймать на выгорании? Подумайте минутку. Вот это такой квадратик, матрица. Сколько энергии вы тратите на каждый из этих секторов? Не времени, подчеркиваю, именно энергии. Сколько энергии вы тратите на свою работу? Как это у вас? Сколько процентов? Сколько энергии остается на ваше тело, на ваши контакты, на ваши смыслы? Если у вас матрица заполняется примерно вот так, матрица курильщика, то скоро вам будет очень-очень плохо. Хоррор профессий, которые чаще всего подвержены выгоранию. В первую очередь это шахтеры, потом полицейские. Нервная работа с очень неприятным контингентом. В общем, там люди действительно горят. Строители, актеры, полицейские, врачи и так далее. Как вы думаете, руководители проектов примерно по этой планочке, куда их поставить? Шахтеры? Размечтался? Нет, не так круто. Актеры? На самом деле врачи. Вот чуть выше вот сюда вот. Почему? По врачам тоже очень много приходится общаться с клиентами, они рассказывают им про свои боли. И в общем все это такая же примерно печальная история. Какие факторы называют чаще всего среди выгораний? Это рейтинг. Посмотрите, пожалуйста. Высокая нагрузка. Сама по себе высокая нагрузка это небольшая проблема. Может быть вы вспоминаете свои какие-то вечера, когда вам пришлось покидать снег, вы так устали, но это хорошая усталость. А вот когда нагрузка действует постоянно, и причем она рутинная, и одна и та же, вот это уже очень плохо. Те, кто из вас чувствует самоотдачу на работе, те, кто горит на работе, они подвержены этим выгораниям чаще всего. Дальше. Второй фактор. Содержимое работы. Нравится, не нравится. Работа с людьми. Вот это то, что вымораживает очень часто. И остальные факторы, они менее влияют на выгораемость, но тем не менее их нужно иметь в виду. И, в общем-то, все эти факторы присутствуют так или иначе в вашей работе. Есть хороший опросник, на который можно себя потестировать, определить, подвержены вы выгораниям или нет. Опросник клиента называется трудоголизма. И там такие вопросы интересные. Бывает ли у вас, когда вы приходите после работы, и вам хочется смотреть в стену и ненавидеть людей? Сука, да. Бывает ли у вас такое, что есть какой-то коллега, даже при мысли о котором у вас вот это вот мандраж? Бывает? Вот. Посмотрите, там 100 вопросов примерно так вот, и можно свой уровень определить. Дальше. Ребята, кто менеджеры, кто работает с клиентами? У вас есть вот примерно такие токсичные люди, у кого есть? Зачем вы с ними работаете? Зачем? Потому что вам, наверное, страшно, что без этого будет хуже, вам некуда деваться, вот эта вот вся безысходность. Причем, кто-нибудь сталкивался с такой штукой газлайтинг? Это когда вам пытаются доказать, что вы не в адеквате. И очень хорошо получается, мелкие манипуляции, в общем, все это такое интересное. Вот у Торшины есть прекрасное высказывание, она говорит, что раньше клиенты хотели там лидов, продаж, и это даже было сложно, а теперь они хотят вашу душу. Да, все плохо. Что общего между руководителем проектов и настоящим мужиком? Он должен и по-любому, сука, виноват. Причем, виноват не только перед клиентами, но и перед, например, разработчиками. Разработчики вообще очень интересные люди, они считают, что там менеджер, который не знает, как программировать, это вообще второсортный парень. Да. Ну и, конечно, если большая нагрузка, в какой-то момент времени менеджер превращается в такой кусочек мяска. Очень жаль, очень жаль. Давайте поговорим немножко о выводе из штопоров тех людей, которые попали в такую ситуацию, когда с ними произошло выгорание, что с этим можно сделать, что с этим нельзя сделать. Любой руководитель студии должен примерно представлять трек развития его сотрудников. Мы не будем на него сильно останавливаться, но он выглядит примерно так. Итак, если вы начинаете развивать своего руководителя проектов, первый момент, в который он может отвалиться, это примерно первые три месяца. Он посмотрел, как все устроено, примерно понял, как это работает, понял, что да ну ему нафиг, такую ответственность, такой геморрой, что меня там дальше ждет, и отвалился. В первые три месяца это не страшно. Вы еще не так много в него вложили ресурсов. Гораздо страшнее, когда он все понял, у него что-то начало получаться, и тут он начинает борзеть. Он начинает почувствовать эйфорию, получается у него что-то хорошо, и он начинает нарушать какие-то правила, начинает выходить за рамки приличия, начинает ставить корявые задачи, начинает копить риски, и в какой-то момент времени эти риски срабатывают. Бабах. Вот тут кровь ошметки, потом по полгода приходится разбирать его проекты, и в общем-то доводить их довольно сложно. Опытные руководители студии понимают, что где-то в районе года за человеком надо очень внимательно присмотреть, как он себя ведет, и вот здесь вот этот момент поддержать, посмотреть, чтобы он не копил эти риски, и в общем-то вот эту яму пройти. Дальнейший отвал менеджеров, он как правило идет на второй год, ну либо там на второй, третий, здесь нужно мониторить, когда ему становится скучно. Вот если человек заскучал, да, там уже могут быть какие-то проблемы. Тут говорили, что три года человек должен работать в компании или там больше. Ребят, ну вот, средняя статистика, это большие ребята, а мы-то куда попали? Все очень плохо. Кто-нибудь получал вот такие сообщения себе в скайпе? Привет, нужно поговорить, пойдем там на пять минут. Получали кто-нибудь? Ну вы же понимаете, что это, сука, не на пять минут? И примерно про что будет разговор? И какое-то ощущение в этот момент, такой бодряк, да, вот? Или самому хочется пойти и, в общем, да, такое же заявление написать? Много ли можно сделать в этой точке? На самом деле не очень. Я хочу провести аналогию со штопором. Это неуправляемый полет самолета, такое вращение по спирали, когда самолет не реагирует ни на какие действия. Из кабины это выглядит примерно вот так. В общем, примерно в такую ситуацию попадают ваши сотрудники. Штопор, непреднамеренный штопор, когда срывает самолет непреднамеренный штопор, это, как правило, ошибка грубая пилота. Преднамеренный штопор, ну, нормальная ситуация. В авиации ошибок не прощают. Руководителям проектов прощают ошибки? Что-то не особо, да? Имейте в виду, есть аналогия. Дальше. Штопора, как правило, отрабатывают. Отрабатывают специально, особенно в спортивной авиации. Это первая фигура, которую просто делают для того, чтобы люди разобрались, как эта штука устроена. Ну, можно ли отрабатывать штопорные ситуации на людях? Ну, вопрос такой интересный, этический. Подумайте на досуге. Дальше. Перед штопором есть характерная тряска у самолета. Действительно, вот перед срывом штопора его так немножко потрясывает. И самолеты оборудованы специальной сигнализацией. Там еще Наташа такая начинает пищать и говорить, там, скоро ты упадешь, что-то случится. Вот. Если внимательно наблюдать за своими сотрудниками, то перед тем, как их накроет эта штука, их тоже начинает немножко трясти. Они начинают либо очень хорошо работать, либо, наоборот, очень-очень плохо, либо их настроение меняется от дня в дню до эйфории и полной вот этой вот апатии. И, в принципе, эти стимулы очень легко выявить. Наблюдали такое? Ну, буквально несколько недель это длится. В этот период, если вы не перехватите, будет уже очень-очень плохо. Дальше. Штопора бывают нескольких видов. Самый плохой из них – плоский штопор. Бывали даже в авиации ситуации, когда летчики теряли высоту несколько километров, не могли его обнаружить, потому что положение самолета примерно как нормальное, но он, сука, падает. Некоторые самолеты из штопора не выводятся. Ту-154 имел тенденцию к плоскому штопору и без специального оборудования не выводился. Ну, не всех сотрудников можно спасти. Очень жаль. Очень жаль, потому что если вам не хватает высоты на то, чтобы исправить ситуацию, кровь и шметки – полный рот земли. Вот так. Какие здесь можно провести аналогии и как, в принципе, выходят из штопора в авиации? Ну, там все очень просто. Там нужно понять, что ты попадаешь в штопор. Раз. Два. Вот так вот ноги до упора, чтобы остановить вращение. Дальше ручки нейтральны. Все, ты набираешь скорость и убедишь самолет в нужное тебе положение. И потом сидишь и мониторишь, чтобы не было никаких дальше косяков, чтобы ты опять не сорвался в эту гадость. Соответственно, что мы делаем с сотрудниками? Что можно попробовать сделать в этой ситуации? Не факт, что сработает. Не факт, что вам хватит запаса времени и высоты. Но примерно такие же у нас будут шаги. Во-первых, вы должны принять решение. Будете ли вы за этого сотрудника бороться? Будете ли вы за него сражаться? Выводить его из его плохого состояния? Это не всегда можете принять такое решение. Возможно, штопор преднамеренный, и вы намеренно довели человека до такого состояния. Может быть такое? Конечно. Злодей ты. Конечно. Ну, в принципе, может. Дальше. Хватит ли у вас энергии на то, чтобы вытащить человека из этого состояния? Вам придется с ним много работать. У вас, может быть, просто не быть своего ресурса для того, чтобы это все проделать. Эти нужно принимать вещи во внимание. Дальше. На этой сцене сегодня выступал Павел Севажелезов. У него есть прекрасная книжка, которую нужно купить всем руководителям студии. Спрятать их под подушку, чтобы, не дай бог, сотрудники не увидели. Называется она «Сложные переговоры с подчиненными». Это набор таких… Так, сотрудники. Это не для вас. Все, стерто, стерто, стерто. Вот. Это набор таких скриптов и разговоров для разных сложных ситуаций. И там, на 146-й странице, есть такая штука «Разговор на удержание ценного подчиненного». Я не буду его пересказывать, он довольно сложный структурный, но он заставляет человека задуматься, а не поторопился ли он со своим решением увольняться. К сожалению, если вы начнете такой разговор просто по книжке, он у вас не получится. Поэтому нужно эту штуку отрабатывать заранее на тех сотрудников, которые, ну, может быть, и не ценные. Просто для тренировочки вам пришло такое сообщение. Отработайте. Что, сегодня сделали? Хорошо. Дальше. Итогом этого разговора должна стать ваша договоренность о том, что вам дают шанс исправить ситуацию. Еще неисправленная ситуация, но ваш сотрудник готов дать вам шанс ее исправить. Может быть такое, что причиной выгорания стали какие-то его личностные проблемы. Ну, развелся, поссорился с девушкой, еще что-то такое. Тут уже вы вряд ли на что-то повлияете. Может быть, какие-то статусно-ролевые вещи. То есть у него в голове есть какая-то картинка, как должно быть хорошо, а почему-то кругом плохо. И, соответственно, вот эти вещи вы прорабатываете. Здесь уже что-то можно сделать. Ну, и корпоративные вещи, какие-то косяки в вашей организации. Здесь уже поля гораздо больше. Что я рекомендую проделать, до чего рекомендую договориться? Чтобы человек составил такую таблицу, что ему конкретно в его работе нравится, а что ему не нравится. Как это сделать? Просто посмотреть список всех задач за прошедшее время и оценить его, например, по пятибалльной шкале. Например, общение с заказчиками категорически не нравится. Либо со всеми заказчиками нравится, вот конкретно с этим, вот конкретно с этим. Это адище. Ну, тогда примерно понятно, как в этой ситуации поступать. Если этой штуки не проделать, то, как правило, говорят, меня достало все. Достало все. Пока вы не разберетесь, не декомпозируете, к сожалению, что-то предпринимать невозможно. Дальше. Дальше, собственно, решение проблем. Здесь у меня было примерно еще 30 слайдов про решение каждых проблем. Но это как раз самая простая часть. Вот, например, проблема. Высокая нагрузка, либо дефицит личного времени. Какие варианты решения могут быть? Предлагайте любые. Уменьшить нагрузку. Да, что еще? Делегировать. Ну, понятно, вы все это умеете делать, все эти умеете предсказывать какие-то ходы, какие можно проделать. Соответственно, любые проблемы, там, работа с трудными людьми. Что можно проделать? Нет, тут нужно получше. Прокачивать переговорные навыки, убрать, может быть, каких-то сложных людей от него. Ну, в общем, варианты решения проблемы вы здесь предложите запросто. Фигня в том, что эту вещь надо будет сделать с человеком не один раз, а проделывать регулярно. В идеале это нужно разговаривать с каждым сотрудником. В идеале нужно разговаривать с каждым сотрудником один час в неделю. Удачи всем, у кого больше 40 человек. Можно ли закачивать систему не свою энергию? Чужую? Ну, вы понимаете же, что в какой-то момент времени человек, который руководит компанией, становится просто таким психоаналитиком, да? Которым много общается с сотрудниками. Вот интересный кейс из компании Bittrex, был опубликован в прошлом году. Они рассказывают, что у них есть психоаналитик, к которому можно ходить с сотрудником и, в принципе, общаться. Я, правда, не знаю, наверное, Bittrex никогда не сознается, обработали ли специально психоаналитика, на какие темы нельзя разговаривать. Ну, например, если отправить человека просто к любому психоаналитику, он скажет, да ты мой хороший, наверное, это такая работа плохая, она не для тебя, уволься нахрен оттуда. Вот, ну, наверное, есть какие-то табуированные темы, но тут мы не угадаем. Дальше. Буквально последние моменты, профилактика и что можно сделать. Ребят, вам в понедельник идти и крутить окровавленную, облитую слезами ручку заказной разработки. Да. Что можно сделать минимально? Давай. Помните вот эту штуку? Ромб курильщика. Ребят, если вы просто перераспределите вот так, оставив на работу 70%, а остальные хотя бы на 5% добавите, никто даже не заметит на работе. А у вас в остальных сферах вырастет ваша энергия в два раза. Очень хорошо. Дальше. Про что еще нужно знать, про что нужно прочитать и про что нужно понимать? Мы с вами очень сильно такие химические люди и есть такие вот, на нас влияют гормоны, гормоны радости. Кто помнит, какие есть? Окситоцин. Дофамин. Эндорфин. Так. Серотонин. Серотонин еще? Пятый. Водка. Адреналин на самом деле. Да, все правильно. Значит, соответственно, нам самое интересное, наверное, дофамин, потому что это то, от чего прутся трудоголики. Он отвечает за мотивацию, за как раз память, скорость реакции, нашу концентрацию, потому что мы были такой звездой рок-н-ролла и, наконец, за удовольствие. Есть такие вещи, которыми он стимулируется. Секс, наркотики, кофе, курение, ну, в общем-таки, алкоголь, да, социальные сети. Вот. Такая милость. Соответственно, в чем тут проблема? Проблема в привыкании. Когда эти штуки начинаете злоупотреблять, дофаминовыми вот этими вещами, вы привыкаете к определенному их уровню. Соответственно, например, вы привыкли, что у вас начальник гладит по головке, говорит, какой вы хороший за каждое дело. И тут он, зараза, например, забыл это сделать. Все. У вас упала вот эта вот радость ваша. Соответственно, дофамин выравнивается отдыхом, длительным отдыхом, целью, какой-то новой целью, новой деятельностью. Адреналин, волнующие активности, ну, либо там авиация, либо что-то еще. Еще эндорфин, силовые упражнения, что-нибудь тяжелое потаскать. Дальше. Серотонин, свежий воздух, прогулки. И окситоцин, первые сказали, да, это обнимашки, обнимашки. Знакомые лица, образы детей и, как ни странно, собаки. Те, кто любит котиков, увы, нет. Дальше. Ребят, гораздо лучше и продуктивнее будет сотрудников состояния выгорания не доводить. Для этого нужно определенным образом выращивать корпоративную культуру, проводить регулярные разговоры один на один, всячески мониторить и стараться, чтобы эта фигня и зараза не нападала. Но вот если это случилось, к сожалению, лечение, оно довольно сложное и длительное. В некоторых компаниях на Западе, говорят, есть такая штука, sabbatical. Знаете, такая отпуск тебе длиною в год с сохранением должности и оплаты. У кого-нибудь внедрено такое? Что-то нет, да, среди разработчиков? Ну, вот говорят, в некоторых компаниях на Западе среди очень крутых чуваков такое делают. Еще в Индии можно уйти на год в монахи, там, либо на год, либо на всю жизнь. Вот, можно просто сказать, я пошел заявление написать и пойти на год поотдыхать. Вот, ну, соответственно, детоксикация социальных сетей от тех привязанностей, которые нас толкают на дофамин. И если уж вам совсем хреново, ну, ребята, идите к доктору, правда, вот там вам таблетки философские выпишут. Они, конечно, вам не помогут, но хотя бы у вас появится шанс как-то немножко двигаться и в каком-то степени работать. Дальше, совсем уже почти заканчиваем. Есть запрос у сотрудников, а где им взять личную энергию? И вокруг этой темы просто такого разного шарлатанства, всякого сектанства очень-очень много. Всякие там мантры, фигантры. Вот, я вам одну мантру сегодня покажу. Если вдруг вам захочется поработать больше 16 часов в день, нужно, значит, сесть на диван, взять руки, сложить вот так вот фигушкой и три раза пропеть мантру «Влом». «Влом» проходит. Дальше, когда начинаешь разговаривать про работу, про энергию, очень не хочется создавать секты на рабочих местах, но если не секты, не религиозные какие-то вещи, то появляется идея что-то посмотреть в науке, а в науке все сука сложно. Вот это вот текущее представление, как устроена энергия в науке. Где можно посмотреть? В простом варианте. Я рекомендую всем сотрудникам, особенно менеджерам проекта, просто сесть в кружке и посмотреть фильм «Теория всего». Это 40-минутная история о том, как сегодня люди и ученые понимают устройство энергии, Вселенной и связь с нашей штукой, которая у нас в голове, с мозгом. Дальше обязательно посмотрите про устройство мозга. Дело в том, что вот эта коробка у вас в голове, она там очень хитрожопая, она нас очень сильно обманывает, и мы даже не всегда понимаем, как именно. Прекрасный человек Татьяна Черниговская, она вот нейрофизиолог, она эти мозги смотрела, изучала очень подробно, значит, и с юмором вам про эти вещи рассказывает. Если у кого-то подгорело, я точно знаю, что работает, справляется по этой штуке семинар Капранова 33. Там есть ненормативная лексика, очень много, есть упражнения, но если проработает человек по этой программе, то я видел, как эти вещи срабатывали, что человека вытаскивало. Дальше список литературы. Не останавливаюсь, если кому-то интересно, сбросьте мне на Z-собачка-сибирикс.ру, просто тему Bittrex 2019, я вам сброшу список литературы. Обещаю не подписывать ни на какой спам. Ну и, наконец, я очень верю, что даже тех, у кого подгорело, все будет хорошо, несмотря на то, что наша отрасль крайне токсична, шансы выжить все-таки есть. Спасибо. Спасибо.